Добрый день, добрый день, коллеги, добрый день, уважаемые учащиеся, которые собираются сдавать единый государственный экзамен по английскому языку, родители, как всегда, все заинтересованные, все интересующиеся ЕГЭ по английскому языку и, в частности, устной частью, потому что сегодня мы будем говорить в деталях именно об устной части экзамена, а еще детальнее, еще конкретнее, если обозначить нашу тему, то мы сконцентрируемся на задании номер 4. Меня зовут Марина Долгачева, я являюсь старшим экспертом региональной предметной комиссии по английскому языку. И давайте ближе к делу, сегодня наша встреча опять идет в записи, если у вас вдруг возникнут какие-либо вопросы, не стесняйтесь, пишите в комментариях, также можете найти меня в цельных сетях и задать мне вопрос в личных сообщениях, буду очень рада с вами пообщаться. Итак, четвертое задание устной части, это то задание, где ученикам нужно представить, что они записывают голосовое сообщение для своего друга и не просто для друга, а для друга, с которым они готовят проект на определенную тему. Всего максимум за это задание можно получить 10 баллов и 4 из них идет у нас за решение коммуникативной задачи и как в любом задании такого продуктивного характера и электронное письмо и задание 37 письменное высказывание с выражением собственного мнения задания 4 в устной части. Решение коммуникативной задачи является самым основным, самым важным критерием. Все почему? Потому что если за него эксперт выставляет 0 баллов, все задание обнуляется и за задание ученик, выпускник, к сожалению, получает 0 баллов, поэтому мы с вами сегодня будем говорить именно как сработать максимум по решению коммуникативной задачи, а там и логика подтянется. Ну, я надеюсь, языковое оформление тоже будет у вас отработано. Итак, 4 балла за решение коммуникативной задачи и по 3 балла за организацию высказывания и языковое оформление высказывания. Я надеюсь, все вы знаете, что задание или что конкретно требуется в данном задании, можно найти всегда на сайте fipi.ru. Самая последняя демо-версия, официально принятые демо-версии. Вот мы опираемся на них и также на сайте fipi.ru можно посмотреть материалы для предметных комиссий. Там вы можете найти ответы на многие свои вопросы. Ну, с чем мы будем сегодня делать? Мы будем идти по дополнительной схеме оценивания. Я как раз буду комментировать, что конкретно включается в тот или иной пункт, что от вас, если вы являетесь выпускником, что от вас хотят услышать эксперты. Итак, голосовое сообщение. Голосовое сообщение другу. Естественно, начинаем и само сообщение должно носить непринужденный, я не скажу, совсем неформальный характер. Вы понимаете, что имеется в виду под словом неформально. Это не доклад. Вы можете прекрасно представить ситуацию, когда вам нужно записать голосовое сообщение друга. Каким образом вы будете со своим другом общаться? Естественно, вначале вы поздороваетесь. Не нужно из вступления делать длинную речь. Достаточно сказать что-то типа И назвать, привести название данного проекта. Все, для приветствия это достаточно. Конечно, если вы хотите, что называется, to stay on a safe side, обезопасить себя полностью, не просто hi there, hi Max, hi Kate, hi Jane. Назовите имя. Так будет даже лучше. Запомните какое-нибудь имя и представляйте, что этот человек является вашим study buddy по проектной работе. Обращайте внимание, пожалуйста, на название проекта, ведь в дальнейшем все описание, все преимущества и недостатки, ваше собственное мнение, оно будет связано именно с темой, которая указана в задании. И каждое слово, которое приведено в теме, важно. Что я имею в виду? Это unforgettable trip, который у нас, unforgettable trip, которое было в прошлом году, например. Многие ученики видели по какой-то причине только слово trip. И они обращали внимание на то, что поездки, путешествия должны быть незабываемыми, именно это должно сконцентрировано быть и описание, и различия, которые нужно приводить и так далее. То есть будьте внимательны, пожалуйста, к тому, какая тема приводится в задании, и быстренько, вот когда вы готовитесь к выполнению данного задания, продумывайте именно не различия и преимущества и недостатки ни одного конкретного слова в данной теме, а название в целом. Хорошо, вот на этот момент, пожалуйста, обратите внимание. Следующий момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это то, что в демо-версии или в кимах 2023 года у нас объединены описания картинок и различия. То есть в прошлом году это были разными подпунктами плана. В этом году их объединили, но тем не менее, я продолжаю, когда мне присылают на проверку монологи, я очень часто слышу, что по прошлогоднему формату отдельно описываются картины, картинки, фотографии, отдельно даются различия. Из-за этого занимает вот эта вступительная часть, вот первый аспект занимает очень много времени, там буквально полторы, даже иногда больше полутора минут это длится. Естественно, это, конечно, очень долго и очень часто под самый конец, вот последние пункты плана буквально съедаются и зачастую не успевают ребята красиво, логически и правильно закончить свое голосовое сообщение другу. Потому что начинают спешить, начинают допускать ошибки, и это, конечно, не очень хорошо. Значит, сейчас у нас это все объединено. У нас стоит explain the choice of the illustrations for the project by briefly describing them and noting the differences. По поводу количества различий, я сейчас вот прям процитирую то, что у нас представлено в методических рекомендациях на основе результатов экзамена прошлого года. Прямо зачитываю то, что пишет Мария Валерьевна Вербицкая. Обращаем внимание экспертов на то, что если в ответе дается только одно различие, балл не снижается, так как ни в плане задания, ни в критериях ничего об этом не сказано. Однако, всегда есть место однако, в процессе обучения нужно настаивать, чтобы учащиеся давали хотя бы две черты различия, так как это один из основных пунктов в плане. Но, опять же, на основе того, что вот это методические рекомендации, основанные на работах и заданиях прошлого года, тут их разделяют как на разные пункты плана. При этом черты различия не должны иметь случайный характер. Они должны быть связаны с темой проекта, в котором раскрывается смысл сравнения изображенных на фото ситуации. Увлечения, профессии, питание, свободное время, виды спорта, а не просто случайные детали. Два человека или три человека, мужчина или женщина, белая блузка или голубая блузка. То есть, еще раз, я думаю, это остается у нас актуальным и в этом году. Нет, ни в дополнительной схеме, ни в критериях, если вы посмотрите внимательно, ничего у нас нет там про количество различий, которые должны быть упомянуты. В первом абзаце, вот открывая дополнительную схему, объяснение выбора иллюстрации по проекту, краткое описание фотографии, указание на различия между, указание на различия между ними дано. То есть, множественное число здесь сохраняется, но количество у нас не обозначено. Поэтому следуем тому, что написано в методических рекомендациях. Мы готовим детей на данный момент к экзамену, либо выпускники, будущие выпускники, если вы сейчас смотрите этот эфир. Вы, готовясь к экзамену, тренируетесь приводить два различия. Скорее всего, на экзаменах не будут смотреть на количество различий, но, тем не менее, береженого Бог бережет, какие будут уже там дальше указания. Новые курсы экспертов у нас вот надвигаются, совсем скоро будут. Поэтому, если вдруг что-то там прояснится, я еще раз выйду к вам на связь и вам расскажу. Вот так, это мы с вами рассмотрели вступление. Дальше, следующим моментом, следующим аспектом является достоинство нефотографии. Вот типичная ошибка, когда начинают говорить про фотографии. Все, мы фотографии описали в первом пункте. На этом, в принципе, их роль у нас выполнена, и мы переходим непосредственно к теме. Смотрим внимательно на формулировку, указанную в плане, по которому вам нужно будет отвечать. Достоинство чего и следующим пунктом недостатки чего. В этом году внимательнее обязательно должно быть хотя бы одно достоинство и один недостаток у обеих... Чего? У обоих видов деятельности, скажем. Ну, будет зависеть от того, какая тема. Например, если вот у нас демо-версия про способы покупки, то есть нужно приводить минимум одно достоинство и один недостаток двух способов делать покупки. То есть с этим внимательно. В прошлом году были поблажки, можно было... Там разные комбинации были возможны, в этом году нет. Все строго, нужно следовать плану. Сказали, нужно привести достоинство, значит, нужно приводить достоинство у видов деятельности, изображенных на двух картинках, на недостатки то же самое. Четвертый пункт, четвертый аспект. Мнение автора по теме проектной работы должно быть высказано. И опять же мы смотрим тема, как она дана в задании и в план. Могут быть там какие-то отступления. И поэтому очень важно, вот мы все-таки ориентируемся на то, что указано именно в плане, о чем должно быть высказано мнение автора. И помним, что сохраняются у нас три возможных формулировки. Обязательно обращайте на это внимание, потому что сохраняется как со всем старым форматом экзамена, где у нас было сравнение и противопоставление картинок, так и здесь. Не видят выпускники, не видят именно ту формулировку. Три возможных. В настоящее время present simple, без всяких перефразов. И здесь очень важно, так как в записи может заглушаться, съедаться, не слышится какая-то часть того, что вы говорите, поэтому важно выделять, что это I would prefer то-то или иное, я не знаю, или способ, или что-то еще по плану смотрим. Либо you preferred as a child, you preferred in your childhood. То есть на это смотрим, тогда мы говорим о прошедшем времени. Вот таким образом у вас сложится картинка, сложатся все аспекты в достижении и в решении коммуникативной задачи, и таким образом будет высока вероятность того, что вы получите максимальный балл, 4 балла за решение коммуникативной задачи. Каким образом добывается максимальный балл за организацию текста? Прошу прощения. Но помню, что это сообщение другу. Очень часто бывает, когда хорошо я помню, что это сообщение друга и скажу другу привет, привет, Алекс и так далее. Но к концу голосового сообщения очень многие выпускники забывают, что это, в принципе, голосовое сообщение для их друга. Некоторые говорят, 11-классники буквально вчера мне сказали, когда мы тренировали устную речь, тоже мне сказали, да мы не говорим, когда голосовые сообщения, мы не говорим там пока, дай знать, что ты думаешь об этом. Нет, мы просто все заканчиваем и все. Ну, правила экзамена, экземпционного типа голосового сообщения таковы, что мы, если мы хотим получить максимальный балл за организацию текста, у нас должны наблюдаться приветствия. И заключительная часть, завершение, опять же, мы помним, что это добиваемся легкости, непринужденности. Let me know what you're saying. See you soon. Что-то типа того. Опять же, много не нужно говорить. Буквально пара фраз будет достаточно. Так, и, соответственно, логические переходы должны быть от аспекта к аспекту, неформального плана, неформальных, таких сложных, навороченных фраз быть не должно. И, может быть, сейчас я вам приведу пример. Опять же, вы можете посмотреть на демо-версию. Я вам буквально зачитаю сейчас примерно, что можно услышать в ответах учеников, каким образом будут строиться. Опять же, я ни в коем случае не говорю о том, что вот этот шаблон, идеальный ответ, вы можете его забирать и давать детям, чтобы они пользовались. Важно научить детей анализировать, мыслить, адаптировать те примеры, те образцы, которые им дают. Потому что то, что используется в одном задании, при ответе на один тип задания, невозможно будет использовать фразы, как они есть, при другом типе задания. Ну, итак, значит, у нас тема «шоппинг». И, да, буквально демо-версия, можете посмотреть ее там. «Эй, Кейт, guess what? I have just come across two perfect photos to illustrate our project, Shopping. There are two different ways of shopping depicted. Just what the doctor ordered. There is a family with a full trolley of food in the first picture. They are somewhere in the supermarket. And there is a woman who is about to buy something online in the second picture. Speaking about the differences, it's easy for me to see, and you will understand it from the description, that there are different ways of doing shopping depicted here. Shopping in a supermarket and shopping online. Well, as well as shopping with a family and shopping on your own. We are supposed to mention the disadvantages and advantages of each way of shopping, right? Well, family shopping can be a nice pastime, don't you think? And you can easily check the expiration date of the products when shopping offline. Not sure if it is possible to do it online, though. When it comes to online shopping, it does save time compared to the offline one. I mean, going from shop to shop in search of the stuff to buy can be really draining at times. As for buying stuff online, it's kind of blind shopping. The goods sometimes don't live up to their description on the website, right? Anyway, I personally prefer online shopping, as I am a busy being and have no time to go shopping offline. I'm not keen on carrying heavy bags either. That's it. Let me know what you think. Bye. Вот такой пример монолога. Может быть, слабноватый для учеников, которые послабее. Но, в принципе, его можно адаптировать и взять из него какие-то чанки, какие-то структуры и использовать в своем монологе. Если у вас остались какие-то вопросы по четвертому заданию устной части, пожалуйста, оставляйте свои вопросы в комментариях, либо пишите мне в социальных сетях в личных сообщениях. Также я могу провести по запросу консультации, если это требуется вам. Спасибо большое. До новых встреч. И, пожалуйста, оставляйте свои вопросы на будущий стрим. Я думаю, что в феврале мы с вами еще увидимся. Надеюсь, уже в прямом эфире, чтобы я смогла более подробно ответить на все имеющиеся у вас вопросы. Хорошего дня. До встречи. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok